Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, сегодня важное видео о минерале калия. Калий действительно спасает наше с вами сердце, почки, печень, поддерживает правильную работу нервной системы, защищает от диабета, артериальной гипертензии, остеопороза и многого другого. Я сейчас расскажу вам все, что вам нужно знать о калии, кратко и при этом полно. Многие люди даже не понимают, откуда у них возникают непонятные, казалось бы, симптомы, слабость или спазмы в мышцах, тяжесть в районе сердца, даже, казалось бы, при введении здорового образа жизни. Да, очень важный элемент минерал калий. При его участии происходит сокращение сердечной мышцы и распространение нервных импульсов по нервной системе. Также он жизненно необходим для нормальной работы почек. Калий также антагонист натрию, а от натрия, как известно, сильно повышается кровяное давление, если бы не калий, который препятствует резкому его подъему. Гипертоникам надо иметь в виду, что им необходимо потреблять продукты, содержащие калий и магний в больших количествах, чем людям прочим. Каждый день в идеале при активной жизни нам необходимо около 4500-4800 миллиграммов калия. Если же у вас нет физической нагрузки, она малая, или сейчас зима, когда вы мало потеете, достаточно 2-2,5 тысяч миллиграмм, то есть 2-2,5 грамм калия в сутки. Меньше нельзя, это опасно для сердца, почек и нервов. Если калия будет не хватать, возникает мышечная слабость, со временем развиваются сердечно-сосудистые заболевания, повышается артериальное давление, возникают аритмии, инсульты, образуются камни в почках. При недостатке калия быстро развивается инсулино-резистентность, а затем и сахарный диабет 2-го типа. При недостатке калия вымывается кальций из организма, а при дефиците еще и витамина К2 и из костей. Так развивается остеопороз. Признаки, в том числе катастрофического дефицита калия, это обильные рвоты, диареи, ацидозы. Группы риска по дефициту калия люди, в первую очередь у кого есть рвоты, диареи, кто принимает мочегонные, диуретики и некоторые другие препараты, а также те, у кого больное сердце. Переизбыток калия невозможен при здоровых почках. Теперь очень важный нюанс про анализы на калий. Анализы на калий не точны, и дело тут вот в чем. Они просто не могут показать реальную картину происходящего, поскольку 98% калия находится не в крови, а в клетках. И только при очень больших потерях калия в организме можно по анализам понять его дефицит. Но это будет уже катастрофа. Всего в организме человека единовременно находится до 135-150 грамм калия. А вот такая большая разница концентрации калия внутри клеток и снаружи дает возможность создания электрических зарядов благодаря разнице потенциалов. Таким образом он и распространяет волну возбуждений по мышечным и нервным волокнам, обеспечивая нам активность и энергию. Подведем итоги, и тогда я расскажу, а что же есть, в каких продуктах содержится достаточно калия, где его мало, с чего начать. Итак, камни в почках. Если калия мало, почки начинают выделять много кальция. А кальций принимает активное участие в образовании оксалатов кальция и фосфата кальция, оттуда и соответствующие камни. Кости и калий. При дефиците калия в костях нарушается минерализация. И когда в костях оказывается малая калия, оказывается и малая кальция. Нарушается плотность костей. Дефицит калия уменьшает выработку гормона инсулина и нарушает чувствительность к инсулину. То есть два в одном, две проблемы. А вот как вам самим быть уверенным, что у вас нет дефицита калия, если анализы тут бессмысленны? Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Что же тогда есть? Давайте посмотрим таблицы. Суточную потребность калия вы уже знаете. Советую вам сделать личную табличку. В первую колонку внести продукты, которые вы будете потреблять, которые можно потреблять. Для этого советую посмотреть мое видео, а что же тогда можно есть. Во вторую колонку напротив продуктов пишите, сколько на 100 грамм содержит тот или иной продукт. Отдельно выделите живые продукты, то есть термически необработанные. Ну а третья колонка это приоритетные продукты. Это рекордсмены по содержанию калия. И посмотрите потом, проанализируйте, в каких же продуктах все-таки содержится и калия больше всего. Я много видео выпускал по разным витаминам, минералам и практически везде побеждали продукты растительного происхождения. Потому что это в экологии, то есть науке изучающей взаимоотношения организмов между собой, а также с окружающей средой и изучающей надорганизменные системы различных уровней, то есть от популяции до биогиоцинозов, это первичные продуценты, которые образуют органическое вещество в биосфере. И в первичном звене у консументов первого порядка, то есть проще говоря у тех, кто поедает растения в экологической системе, именно им передается больше всего энергии и больше всего минералов. И это естественно, так как лучше быть у истоков, так как органические вещества образуют, а минералы накапливают в первую очередь и в большей степени именно растения. И законы природы не обманешь, но давайте смотреть таблицы. Вообще больше всего калия, конечно, в листовой свекле, а точнее в Монгольде. До полутора тысяч миллиграмм на сто грамм продукта. Монгольд рекордсмен. Авокадо, также рекордсмен. Всего лишь в одной штуке среднего размера до тысячи миллиграмм содержится калия. Поэтому здесь вот веганам, сыроедам повезло в большей степени. Потому что они все же получают достаточное количество калия в сутки, так как едят много зелени, что прекрасно. И, как правило, авокадо, так как с ним любой салат более вкусный, поскольку авокадо это чистый жир. Да, картофель содержит тоже около 700 миллиграмм на сто грамм продукта. Но помните, что в нем больше вреда, чем пользы, поскольку это все-таки крахмалы и крахмалы вареные, поскольку люди в сыром виде картофель не едят. Гликемический индекс у него практически как у чистого сахара. И в зависимости от запекания там варки доходит до 96. Вареные крахмалы это гибель для печени. Только единственное, не путайте с резистентными крахмалами и об этой разнице. У меня было видео на моем канале, можете потом посмотреть, ссылка будет в описании. Различные бобовые, особенно чечевица, содержат до 1000 миллиграмм на 100 грамм продукта. Дорогие товарищи, давайте курагу, чернослив в учет брать не будем. Все-таки эти продукты содержат огромное количество сахара, а это очень вредно. Хотя, безусловно, курага, то есть сушеный абрикос, содержит до полутора и даже 1,8 грамма на 100 грамм продукта калия. Кедровые орешки, миндаль содержат до 800 миллиграмм на 100 грамм продукта калия. Ну а зелень, дорогие друзья, очень много. Петрушка, укроп, любисток, кинза, кейл, рукола, все это содержит более 700, более 800 миллиграмм на 100 грамм продукта. А ведь салата по-хорошему надо потреблять в день, ну, такие две мисочки среднего размера, не менее 200-300 грамм в идеале. Многие виды орехов, из тех, которые не вредны, вроде пекана или грецкого, содержат до 500 миллиграмм на 100 грамм продукта калия. Бананы, кстати, не рекордсмен, как многие думали, до 350-400 миллиграмм, но все же это в два раза больше, чем рыба, к примеру, или мясо. И, кстати, молочные продукты мяса и другие продукты животного происхождения находятся, ну, в общем-то, в конце списка. От 100 до 200 миллиграмм на 100 грамм продукта. Даже любимая многими диетологами и врачами говяжья печень содержит всего 270 миллиграмм калия на 100 грамм продукта. Ни концентрат, нет. Тогда как, напомню, тот же шпинат до 800 миллиграмм. Кто-то скажет, я забыл сою. Да, соя содержит до 1600 миллиграмм на 100 грамм продукта. Но соя сейчас, как известно, геномодифицированная. Хотя можно найти и не гомеон. Но соя это высокомолекулярные белки. В основном лектины, белки, которые вызывают воспалительные процессы в организме. И потому я ее не советую. А вот вареную чечевицу, пареную на пару в скороварке. Это единственное, пожалуй, исключение из бобовых, так как там меньше всего этих лектинов. Ну и, собственно, на Руси варили чечевицу, либо горох. Разные виды грибов содержат до 400-450 миллиграмм калия на 100 грамм продукта. А брюссельская капуста, кальраби и многие другие виды капуст от 300 до 400 тоже много. А, кстати, какао-порошок содержит практически 1700 миллиграмм на 100 грамм продукта. Но, дорогие товарищи, я не рекомендую есть обжаренный какао-порошок. Сразу скажу, кто не в теме. Есть живой сыроедный, когда какао-бобы сушились, а потом растирались при низких температурах. У нас есть такой какао-порошок в нашем интернет-магазине на нашем сайте nadgard.ru. Вот он. И, кстати, все изделия из какао-порошка, то есть наш живой сыроедный шоколад, тоже, разумеется, термически не обработаны. И потому оттуда усвоятся все питательные вещества, в том числе и калий. А его там действительно много. И этот какао-порошок и, соответственно, изделия из него можно действительно назвать суперфудами по содержанию калия в том числе. Итак, дорогие друзья, если у вас вдруг или у ваших знакомых, родственников какие-то воспалительные процессы, ревматоидный артрит, стрессы постоянные, есть проблемы с сердцем, тяжесть в области сердца, или уже когда-то были инсульты, инфаркты, надо принимать до 6000 мг калия в сутки. Помните, что если у вас есть интенсивные физические нагрузки, тренировки, человек в жару, скажем, при беге или в бане может терять до 1 кг пота. Он может терять от 200 до 500 мг калия в час с потом. Итак, ешьте больше зелени. В крайнем случае калий можно принимать в таблетках, но это я не советую. Это как раз не тот случай, когда нельзя обойтись без таблеток, без препаратов. Еще раз, симптомы низкого калия, как правило, тошнота, рвота, мышечная слабость, тяжесть в области сердца, при отсутствии каких-то конкретных заболеваний даже. Это спазмы мышц, это учащенное сердцебиение без активной физической работы. Обратите, пожалуйста, на все это внимание, скорректируйте свое питание. Надеюсь, что данное мое видео было вам крайне полезным. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.